Весь сегодняшний день в республике устраняли последствия непогоды. Накануне на Чувашу обрушились град и шквалистый ветер. Ход восстановительных работ держал на личном контроле глава республики. Подробности в следующем материале. Всю мощь урагана могут описать эти кадры. В Кугесях порывами ветра снесен остановочный павильон. В одном из дворов Чебоксар было вырвано с корня многометровое дерево. Тревожные звонки накануне поступали из Урмарского и Янтиковского районов. В обоих муниципалитетах повреждены крыши школ. С главами администрации районов сегодня мы отговорили. Пример министр с утра провел по моему поручению комиссию. Были выслушаны доклады. Силы и средства здесь подключены. Есть материальные средства. Непогода оставила без электричества 69 населенных пунктов. Мощный ветер сносил опоры. Аварийные бригады работали всю ночь. И утром сегодня докладывали, что кроме двух населенных пунктов это Аллатовский район. Через заповедник проходит электрическая линия, где повреждения на машине проезжать невозможно. Даже, соответственно, аварийная бригада работает. И Красноглухово, в Паретском районе, где проживает 10 человек. Там тоже аварийная бригада работает. И доложили, что к обеду все будет устранено. Пострадали два человека. Оба госпитализированы. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Жительница Чебоксар получила травмы из-за упавшего рекламного щита. Давали сегодня задание. Минстрое надо провести экспертизу, оценку всех рекламных щитов. Потому что погодные условия, они меняются. Проверяют нас на длительность, на прочность. И в связи с этим все те требования, которые должны соблюдаться, они должны всегда соблюдаться. Отсчет о проведенной работе в региональном Минстрое и должны предоставить в ближайшие дни. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.